Девушки отдыхают Девушки отдыхают Интересно, что соперники проповедуют абсолютно разные стили игры Никита Полетаев предпочитает агрессивный, атакующий стиль Юрий Жук делает ставку на игру в пас Ну что же, посмотрим, кто победит Слева от нас Никита Полетаев Он играет синими фигурками А Юрий Жук за красных, соответственно В центре поля синие развели мяч Сейчас Никита Полетаев Находится в атаке Мяч у центра форварда Никита Полетаев исполняет Снэйк, отличный гол И счет в этом матче открыт 1-0 в пользу команды синих Посмотрим, что удастся сделать Юрию Жуку Чтобы ответить на этот гол Но пока Никита Полетаев никаких шансов для ответа не дает Правда, у него и у самого в данном случае в атаке не получилось Сейчас мяч находится в линии защиты красных Попытка передать пас вперед не увенчалась успехом И мяч перехватили синие Перепасовка, небольшая борьба в центре поля Видно, что оба игрока сильно стараются не рисковать Но это, в принципе, в данном случае вполне понятно и объяснимо Конечно, в матче полуфинала никто не хочет лишний раз ошибаться И пытаются играть наверняка Вот такая сейчас осторожная у нас игра идет Цена ошибки здесь слишком чревата Все-таки напоминаю, это борьба за выход в финал Финал чемпионата страны Ну и кроме того, имеет значение в таких турнирах все В том числе и разница в счете Так что я думаю, что в данной игре будет очень и очень упорная борьба Мяч сейчас перехватили красный Перепасовка, получает центровой игрок мяч И Юрию Жук исполнит удар Снейкшот, отличный удар Отличное исполнение, которое заканчивается феноменальным голом И это означает то, что счет в матче стал 1-1 Ничейный результат Ну, действительно, то, о чем говорили мы с вами ранее Воплощается в жизнь Борьба тут происходит буквально на каждом участке поля Вот сейчас синие пытаются ответить на этот гол Снейкшот будет, наверное, в исполнении Никиты А вот Юрий блокирует Отличный Юрий блокирует И тут же делает удар из обороны и защиты Фирменный удар такой Юрия Мы видели такие голы в предыдущих матчах в его исполнении И счет уже становится 2-1 2-1 в пользу Жука И здесь же, смотрите, 3-1 Наказывает Юрий Никиту за оплошность в центре поля Сразу же пробил, как только мяч получил от игрока синих И это означает, что Юрий Жук уже ведет в этом матче со счетом 3-1 3-1, неплохо Очень даже неплохо для матча такого уровня, такого класса Но Никита Полетаев пытается что-то изменить Но вот не идет у него сейчас пас Красные перекватили Мяч в линии обороны И смотрите, какой гол неожиданный Да, вот это гол Ну, бывает такой Никите, конечно, в данном случае просто не повезло Смотрите, при попытке выноса мяча Защитник попадает с собственного полузащитника Мяч оказывается в воротах Обидно, досадно, но, как говорится, ладно Юрий выигрывает уже со счетом 4-1 У Никиты Полетаева Напомню, что это полуфинал Полуфинальный матч Сейчас у нас сложилась такая ситуация Что у Юрия Жука буквально забивается все, что можно забить И даже нечто большее Как мы видели, залетают совсем случайные голы Никита, видимо, немножко подавлен и смущен Атакует Юрий Жук тем временем Снова в центр форвард захватил этот мяч Удар и гол Да, не смотрите, уважаемый телезритель, что мяч остался в поле На самом деле он был настолько мощный, что вот мы видим на повторе Просто вылетел из ворот Гол засчитывается и это означает, что Юрий Жук ведет матч уже с отсчетом 5-1 Но Никита контратакует Сейчас будет его любимый снэйк-шот Посмотрим, забьет, не забьет Не забил Ну что же Это говорит лишь о том, что действительно Никита немножко психологически, что называется, уже подсдался Удастся ли ему как-то себя настроить на борьбу, посмотрим Мяч находится в линии защиты Никита мощно бьет и в итоге не попадает Зато мяч у красных теперь Красный Юрий Жук будет наверняка атаковать Удар, гол Отлично, да Очень-очень мощная концовка этого матча в исполнении Юрия Жука Счет становится уже 6-1 И это просто тотальный разгром Я думаю, никто не ожидал такого И вот здесь все Точка в этом матче 7-1 в пользу Юрия Жука Первый матч закончился победой красного Юрий Жук побеждает Никиту Полетаева И таким образом оказывается в финале чемпионата России Соответственно, Никита Полетаев теперь поборется за бронзовые медали Перенста Ну что же, пожелаем обоим участникам удачи Во втором полуфинале чемпионата России по настольному футболу Встречаются Константин Мясников и Александр Маркин Оба соперника из Москвы Это довольно любопытное противостояние Один из самых опытных игроков страны Против одного из самых перспективных кикеров России Оба игрока проповедуют яркий атакующий стиль игры Поэтому нам предстоит увидеть увлекательный матч с обилием голевых моментов И будем надеяться с обилием голов Так что нас вновь ожидает битва поколений Попыт против молодости Чья чаша весов окажется тяжелее Сейчас узнаем За команду синих играет Константин Мясников И за команду красных, соответственно, Александр Маркин Разыгрывают мяч синие Небольшая перепасовочка Пас, удар, гол! Вот это да! Буквально третьим касанием мы видим, что гол забивается уже в этом матче Шикарный гол Константин Мясников славится такими ударами Посмотрим, чем же ответит Маркин-младший Но сейчас мы видим, он неплохо обороняется И тут же пытается мяч ввести в атаку Ему это удается Мячик зажимается И наверняка будет удар И совершенно точно Александр Маркин забивает хороший гол Классическое исполнение пиншота Таким образом становится счет матча 1-1 ничья Тем временем Константин Мясников Ай-яй-яй Снова забивает такой же гол, как и первый В данном случае интересно получилось Мяч, задев полузащитника красных С издевательской медленной скоростью Просто-таки закатывается в ворота Ну что же, таким образом Константин Мясников ведет в этом матче Со счетом 2-1 Но, как говорится, это пока еще ничего не значит Александр Маркин наверняка будет контратаковать Будет отвечать Но тем временем мяч пока у синих Небольшой такой сумбур Не удается синим быстро вынести мяч в поле Ух ты, какой мощный удар Что мяч даже покидает пределы стола Сейчас его синие ведут в игру Из линии оборудования Ух ты, неожиданный гол Очередной неожиданный гол Но на этот раз уже в ворота синих Счет становится 2-2 Ну, обидный, конечно, гол, наверное, для Константина Но еще не все потеряно Сейчас, я думаю, только все самое интересное начинается 2-2, упорная битва Напоминаю, что это борьба за выход в полуфинал Это второй полуфинал чемпионата России Красный у нас находится в линии атаки Снова мяч у центра форварда Наверняка будет удар и гол Да Отличный гол, отличное исполнение Таким образом, Александр Маркин теперь уже выходит вперед Счет становится 3-2 Но мяч у Константина Мясникова И смотрите, практически сразу же Константин сравнивает счет Опять у нас ничейный результат 3-3 Интрига в этом матче вновь сохраняется Вообще надо отметить, что Константин Мясников очень хорошо владеет средней линией В этом сезоне он показывает свое умение работать по защите Но вот сейчас в атаке как раз-таки у него, к сожалению, не получилось Но посмотрим, что сделает теперь Александр Александр, он сохранил мяч Сейчас пытается вывести из линии обороны в линию нападения Был пас, но не прошел он, точнее, не зацепился за этот мяч А синие, синие бьют по воротам и получают в ответ свои Да, обидно, наверное Смотрим на повторе Мяч чуть-чуть даже задев штангу, отлетает в ворота Счет матча становится 4-3 И Александр Маркин продолжает дальше атаковать И снова гол, и снова гол И это означает, что Александр Маркин уходит в отрыв Плюс 2 очка у него 5-3 общий счет игры Удастся ли Константину догнать своего соперника? Сейчас посмотрим Ну вот Константин пока что вынужден обороняться Константин обороняется Блокирует удары Александра Маркина Александру пока не удается вывести мяч в линию полузащиты Либо в линию атаки Вот мощный удар и вот это да Очередной неожиданный гол Мы видели как полузащита синих пыталась вынести мяч В итоге мяч попадает в полузащиту красных И медленно, издевательски опять же залетает Закатывается, точнее в ворота Счет становится 6-3, 6-3 уже критичный момент У Александра Маркина есть возможность решить все уже ближайшие атаки Ну посмотрим, что ответит Константин Константин сейчас с мячом Ваше слово, Константин Ой-ой-ой, вот это гол, вот это гол Я думаю, его можно смело номинировать В один из самых необычных, неожиданных голов всего турнира Посмотрите, ударяется об игрока красных Потом в угол и уже от него залетает в ворота Еще, по-моему, попутно задев в вратаря даже Таким образом, Константин немножко сокращает отрыв Счет становится 6-4, но в атаке Александр Маркин Не получается у Александра удар Снова мяч покидает пределы игрового стола Сейчас его ведут синие Вот розыгрыш в линии обороны Перепасовка Посмотрим, будет бить или отдаст пас Скорее всего, нет, пробил, пробил Константин Какой хороший удар, какой красивый гол Смотрите, перепасовка, все ожидали, что будет наверняка пас Ну вот, еще один из разряда неожиданных голов На повторе хорошо видно, что мяч попал в борт От него в воротаря и затем уже в ворота Счет становится 6-5 Это уже интересно Разрыв минимальный Интрига наколена до предела Константин пытается вынести мяч Ой, вот это гол Посмотрите, какой досадный гол Да Автогол решил судьбу этого матча Со счетом 7-5 побеждает Александр Маркин И выходит в финал чемпионата России А теперь посмотрим лучшие моменты этого противостояния Снайкшот в исполнении красных Гол со средней линией в исполнении Александра Маркина И один из курьезных голов этого турнира Синие бьют, но забивают себе же Атака синих с линией защиты И в качестве бесплатного бонуса Рикошет от стола И обидный гол для Константина Мясникова Но победный для Александра Маркина В результате этого противостояния Александр Маркин выходит в финал чемпионата России по настольному футболу Где встретится с Юрием Жуком А Константин Мясников сыграет в матче за третье место Где его уже ждет Никита Полетаев Вы смотрели лучшие матчи серии плей-офф финального этапа чемпионата России по настольному футболу Сезона 2007-2008 на спортивном канале Семь ТВ До новых встреч! Играйте в настольный футбол! Редактор субтитров А.Семкин